Сегодня на Summer Game Fest нам показали третий тизер улиц Таркова. Называется он «Битва за Конкордию». Давайте посмотрим, что там было и разберем основные моменты. Первое, что нам показывают, это подходы, судя по всему, центральному зданию карты. Возможно, оно будет являться основной точкой интереса на карте. На здании виднеется надпись «Конкордию». В обстановке внутри здания, как, например, почтовые ящики возле лифтов, коврики перед входными дверьми, имеющиеся на территории детская площадка и детский садик, можно предположить, что это жилой комплекс. Дальше можно рассмотреть помещения, похожие по интерьеру на рабочие кабинеты. Это наталкивает на мысль, что в здании проживало руководство террогрупп. На это также намекает степень защиты здания. Есть внутренняя охрана, повсюду камеры. Также в здании, судя по тому, что нам показали, будет доступно три этажа. Выше подняться не получится, потому как лестницы будут заблокированы. Помимо трех этажей вверх, также имеется подземная парковка с очень странно подсвеченной красным светом дверью. Может быть кабинет Никиты? Также в здании присутствует супермаркет Гошан. И судя по тележкам, стоящим у лифтов, из супермаркета можно попасть прямо в жилой комплекс. Виднеются интерьеры квартир. Но самое интересное, что тут можно увидеть, это... ПАРКУР! Нет, интерактивность и физику. В одном из моментов видно, как со стола падает монитор, в который попадают пули. То есть, наконец-то, некоторые объекты окружения теперь будут отдельными ассетами. Далее происходит то, чего я вообще никак не ждал. Нам показали, как выстрелом из гранатомета была разрушена стена. Кстати, потому что видно в видео, там уже имеются трещины. То есть, стены, которые можно разрушить, будут обозначены подобными трещинами. Скорее всего, в некоторые квартиры можно будет проникнуть только взорвав стену. Либо это одна из новых возможностей для штурма. Дальше продолжается перестрелка, в ходе которой можно рассмотреть входы и выходы в здание. Также некоторую окружающую обстановку. Потом происходит вообще что-то невообразимое. Приезжает БТР, на броне которого сидят неизвестные в черной форме. Возможно, это тот самый штурмовой отряд Блэк Фокса с сериала Рейд. А может, усиленная охрана здания. Скорее всего, появление этих ребят будет происходить после активации какого-то триггера. Как появление рейдеров на резерве и лаборатории. А может, если открыть ту самую дверь в кабинет Никиты. По итогу, из всего увиденного больше всего впечатлила физика. И интерактивность. Если, конечно, она будет работать нормально. Ну и, конечно же, масштабы. Смотря на коридорность, весь комплекс впечатляет масштабами. Плюс окружающие улицы, обилие зданий, в которые можно зайти. И, конечно же, количество мест для тактических игроков. На этом всё. Жмак лайк и гоу в комменты. Жмак лайк и гоу в комменты.